Добрый вечер! Прохладно и дождливо будет в регионе на выходных. Люди с днем межаванными мягчимостями. Областная спартакеада переодолейся обе, отбылась на стадионе Промень. А сейчас об этом и иншим больше подробязно. Сегодня у Гомеля отбылось посяжение городского выконавчего комитета по пытаниях развития сферы платных послуг насильництву. Как означает у старшиня горвыконкам Петр Кириченко активное развитие сферы послуг, а гоня сусветная тенденция, протримливаться якой повинен и Гомель. У особных краинах, в валовым продуктах, гэтый сегмент экономики досягая 70%. Упевненный рост, а пошни некольких годов, означается и у нашим областным центры. Зараз у Гомель другие, после Минска, по объеме оказания платных послуг. У городе наличвается больше, как 2000 объектов, які оказываются прикладно повсотни видов послуг. Найбольшую удзельную вагу у гэтой структуры займает сектор жилево-коммунальных послуг. Так само активно развиваются цырунни, салоны прыхажостей и ателье. Яшы одна с тенденцией – рост приватной инициативы и одночасово заявление новых видов послуг. Ставка будзе зроблена на повышение якости и установление доступных для насильництва цен. Стремиться есть куда, расти нам необходимо для того, чтобы не только выполнять социальные стандарты, но и максимально услуги приблизить к населению, в том числе и в районах новостройки. На сегодняшний день мы увидим с вами очень много интересных объектов и ателье, и спа-услуг, и новых каких-то направлений в развитии общественного питания. Поэтому в этом направлении, я так думаю, что нам еще предстоит работать для того, чтобы удовлетворять потребности жителей нашего города. Субботние телефонные линии местовых органов улады протягивают свою работу. Завтра жихары регионы смогут звернуться с пытаниями до старшины областного совета депутатов Олега Леонидовича Борисенки. Звонки принимаются по номеру телефона в Гомеле 75 12 37 с 9-ти гадзин ранницы и до 12-ти. В этот час на пытании гамельчан откажет старшиня городского совета депутатов Иван Афанасьевич Бородинчик. Номер телефона 75 19 84. Увазе гамельчан, нагадываем, что с сегодняшнего дня с забудовнейших работ скорректированы рух транспорту по интернациональной улице. С 8.30 до 18.30 проезжать тут сможет только громадский транспорт. При этом будет закрытый припыночный пункт в улице Гагарина. Такий режим заховается до 25 листопада. Объязные маршруты продугледжены по прилягающих улицах. Огульногородская акция по сбору макулатуры стартовала у Гомеле. Она протягнется до конца Кастрышника. Как поудельничать у этой акции с корыстью для себя и природы, высветляла наш корреспондент. Вероника Ворошилина. Притягнуть увагу насильництва до проблем раздельного сбора сметей и захования лесного фонду, головные мэты акции по сбору макулатуры, ака зараз проходят у областных центров. Коммунально-анитарное предприемство «Спецкоммунтранс» сегодня наибольшу буйное на Гомельщине и одно из лидирующих в Украине по сбору и перепрацовцу твердых бытовых отходов. Дарышать треть за усягого этого сметя займае миновита макулатура. Что год только предприемство «Спецкоммунтранс» С пошатку собранное предприемством «Спецкоммунтрансмакулатура» привозится на экспериментальный сортовальный биомеханичный завод бытовых другостных ресурсов. Тут она проходит процесс сортования, прессования у специальные блоки, а затем отправляется на перепрацовшие предприемства «Галины». После таких манипуляций дагетуль непотребная сметя отримливает другое житё, перетворяясь у запотребованной сиротносельництва выробы. Меж тем отримать реальный прибыток от сдачи макулатуры может кожный. На данный момент один килограмм макулатуры стоит полторы тысячи недзинаминированных рублей или 15 копеек. То есть это довольно неплохое экономическое подспорье. Это стоит, например, даже ребёнку, чтобы он заработал свои первые карманные деньги. У свою чергу во установах адукации наших регионов информацию об тем, как перетворить отходы у доходы, а главное – заховать природе житё, детям рассказывают с самого раннего взрослого. Например, в средней школе номер 19 города Гомеля это робят и наставники и в ушне старейших классов. Ины наглядно показывают детям, что можно заработать с другостной сыровины. И занимаются с ними подобные творческие справы на додатковых занятках. Могчима, минавито тому, в ушне молодших классах зауседы трапляют улик лидеров внутри школьного конкурса по сбору макулатуры. Все бумажечки, всё, что у нас остаётся после уроков труда, мы всё это отправляем в макулатуру. Дома они делают то же самое, все исписанные раскраски, всё, что им не нужно, всё они складывают в пакеты и приносят, всё сдают в макулатуру. Гомельская средняя школа номер 19 зауседы активно примают дел о агульно-городской акции по сбору макулатуры, что год тут сбирают вколя 30 тонн гэтой другостной сыровины. Два годы тому школа наводстала пера мужцы агульно-городской акции у своей номинации. Такий поспех был досягнут и с уместными силами наставников, ученев и батьков. Поощряются победители, во-первых, поощряются прежде всего классные руководители, потому что на их плечах данный вид сбора. Поощряются родители дипломами, грамотами в конце учебного года, ну и, конечно, поощряются классы, которые собрали больше всех в макулатуры за учебный год. Принять удел у Гомельской агульно-городской акции по сбору макулатуры может каждый, жадающий, для этого необходимо принести ответственное непотребное смете в ближайший для вас стационарный пункт приема. Так само с 8 до 17 годин можно выкликать по номерах телефонов, которые вы сейчас видите на своих экранах, пересованный приемный пункт до вашего дома. В таком случае вага макулатуры должна быть не меньше, человек 10 килограммов. Не варто забывать и пробадай самый простый способ индивидуального удела у захований природных богатцев в контейнерах, признашенных для раздельного сбора сметя. Вероника Ворошилина, Валерия Гопанько, Пелерадоя, компания «Гомель». Урад Беларуси установил нормы споживания коммунальных послуг для разлику безнаявных жильевых субсидий. Як вядома указа об предоставлении насельництву безнаявных жильевых субсидий для частковой компенсации платы за коммунальные послуги, почал денежать с первого кострышника. Так само в выпуску ставку рефинансования в Беларуси до конца будущего года планыется знизить до 14-16% годовых. Вы доведаетесь, с какой метой ожитивляются ее снижение и как это повплывает на экономичный климат Беларуси. А кроме того, Глядачо учащая анализ цен на Садовину и Огороднену на гомельских рынках. Глядите программу завтра сразу после выпуска новинов на телеканале «Беларусь-Шатыры Гомель». Девятого кострышника, вспомнился 20 годов, знял творение подразделения у панаркоконтроли и супрадзей не гандли людьми. За этой нагоды во управлении внутренних справ гомельского облвыганкама отбылся урочистый сход. Основная задача работы подразделения – боротьба с распаусюджыванием наркомании у Беларуси. Она выращается довольно эффективно. В этом году заховывается становшая динамика по стабилизации ситуации. Так, в вынику принятых практичных мер у Беларуси выявлено больше за 4500 наркозлочинствов. У нашем регионе за 9 месяцев года по материалах управления узбуджено больше, как тысяча криминальных справ. Зык со сбытом наркотичных сродков связано больше, как 330. Спойненадельность – 11 интернет-магазинов по продаже наркотиков. Огольная вага конфискованных речевов – свыше 40 килограммов. Сегодня мы отмечаем 20-летний юбилей службы управления по наркоконтролю и противодействию торговыми людьми. К данной дате мы подошли, имея неплохие статистические результаты в борьбе с преступностью. Уважаемые коллеги, от всей души поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих успехов на работе и всего-всего самого наилучшего. Подчас урочистого сходу супрацовникам, які найбольшь вызначилися у службе, вручены гоноровые нагрудные знаки, грамоты и подяки от мясовых уладов, управления и Министерства внутренних справ. Сегодня у Гомеля пройшел урочистый сход, примиркованный до Дня работников культуры. Подчас ягод былося ушанование керовников городских установ Галины. Гоноровые грамоты и подяки от областных и городских уладов отримали работники театров, музеев, галерей, библиотек, школ, мастатствов и інших установ культуры, які што дня уносят свой уклад у развитие мастатства. Усе узнагородженые люди, які верно служат в своей профессийной справе, примают активный удел у организации масштабных городских мероприемств. Яны реализуют креативные проекты, накерованные на популяризацию белорусской национальной спадшины. День работников культуры, які у нашей країни означаются в другую неделю Кострышника, лишат своим профессийным святом десятки тысяч людей творших профессий. У Гомельской области зараз налишивается маль 1200 установ культуры. У них працюють більше як 6,5 тысяч жихаров региона. Я хотел бы от имени обкома профсоюза работников культуры поздравить всех-всех-всех наших работников культуры, театр, кино, музыка, всех, кто сегодня объединяет это ёмкое слово культуры, конечно же, пожелать творческих успехов, конечно же, пожелать здоровья, конечно же, пожелать достойной заработной платы, чтобы их труд всегда был оценен по достоинству. Гомельщина долучилась до республиканской доброчинной акции. Мы выбираем допомогу пожилым людям. Уперы для ее проведения активисты БРСМ наведают пожилых людей, ветеранов войны, чтобы оказать необходимую допомогу. С подобязанностями акции Ганна Ковалева. Йон примал уделу в удалництве космичной станции для программы «Аполлон-Союз» сократных военных объектов и витался за руку с ведомыми советскими космонавтами Аркадий Александрович Захаров, человек с богатой биографией. По службовым обовязку Йон поспел проехать в весь Советский Союз от Бреста до Камчатки. Во время войны находился в Азаровском лагере смерти. Здесь книжка есть, вот там книжка есть. И надо, я вам покажу. После Азаровского лагеря вернулись домой. Строил дом офицеров в Мозыре. Ракетный полк. Аркадий Александрович разменял уже девятый десяток. До этого часу поховал женку и двоих сынов. Теперь застался Зусим один и самостоянно справляется с хатними справами. Сегодня же со строка их гостей, волонтерский отрат БРСМ. Молодые люди пришли до помахчей пенсионеру во уборце и просто под травматегу. Но общение с ветеранами – это всегда какое-то воодушевление в плане какой-то помощи. Ты сам своими руками можешь помочь пожилому человеку. Тяжело слушать эти истории жизненные. Спасибо им большое за то, что мы не видим этих страхов и ужасов, которые видели они. И это наталкивает на мысли о том, что нужно делать добрых дел как можно больше. И чем больше мы сможем им помочь сейчас, тем большую благодарность таким образом мы сможем им выразить. Вымыть подлоги, в окна прополососить и оказать иншую необходную подтримку, одна смета у республиканской отбраченной акции «Мы выпираем допомогу пожилым людям». Зараз я накручусь по всей Украине. У Гомельской области до ЕЕ долучились 150 волонтеров. И Аркадий Александрович не первый, кому я наоказывают свою подтримку. В уголе в планах активистов до 13-го Кострышника поспеть наведать 60 адресов. Не глядячи на то, что установлены офицейные термины проведения доброчинной акции, члены волонтерского руху «Доброе сердце» наведывают ветеранов не только у ГТП РЭД, а и на протягу сего года. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, Телереду, компания «Гомель». Об спорте спартакеада сирот инвалидов под назвой «Пераодолей сябе» отбылась на стадионе «Промень». Вселетнее споборництвы, юбилейное, 10-е по лику. Спартакеада собрала больше, как 100 спортсменов из усяго региона. В программе споборництвы по дарце, настольным теннисе, шашках и шахматах, а так само бег и гонки на инвалидных колясках. Тут спортсмены змагались за перемогу на дистанциях 60, 200 и 400 метров. Сярод мужчин безумовным фаворитом стал процтауник Брагинского района Алексей Бялега. И он перемог на усих трех дистанциях. Оказался, что Алексей универсал. И только гонками на колясках его интересы не обмежаваны. Нашел я его, привлек в гонках на колясках. Сейчас будем тренировать его в теннис. Нашли уже тренера. Стрелять будет, да, разбрасает. Добрым мотиватором протягивать тренировки, мкнуться до новых перемог для гэтых спортсменов з'является у тымлику и удалое выступление белорусов на минулой Паралимпиаде у Реа-де-Жанейро. У тымлику и гамельчанина Владимира Изотова. Талантов хапая, а значит, будут все выники. Спорт – это возможность показать себя не только в районе, в области, в республике. И есть возможность попасть на Паралимпийский. Есть ребята очень молоденькие, которым сегодня 12-14 лет. Я думаю, лет через 10 они покажут тебя. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокампания «Гомель». Далее б на дворье прохладно и дождливо будет в регионе на выходных. Подаденных областного гидромедцентра в ближайшие сутки будет в облашно пройдуть дожжи. У ночи и ранецы чекаются туманы. Ветер пираменных на прамках 4-9 метров за секунду. Температура поветра у ночи от плюс 3 до 9 градусов. У день будет от плюс 8 до плюс 13. У неделю 9-го Кастрышника шакаются протяглые дожжи. У особных районах – моцные. Слубки термометров покажут от 9 градусов тепла у ночи и до 13 в день. Отповедный характер на дворье захавается и на початку наступного тыдня. На этом выпуск завершен. У студии працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и до встречи.